Привет всем, кто меня смотрит! Сегодня я приготовила для вас обзор на очень-очень интересные лаки. Если быть точным, то я хочу вам рассказать о лаках с сахарным эффектом. Я думаю, уже много чего о них наслышаны, и мнения я бы сказала самые разнообразные. Даже, наверное, правильнее будет сказать полярные, потому что я и сама, собственно, неоднократно видела отзывы совсем нелицеприятные, на мой взгляд, просто потому что какие-то экземпляры лака, видимо, на поверку оказывались не совсем качественными. Я и сама, собственно, попала в просак с покупкой кое-каких экземпляров. Вот сейчас вам хочу продемонстрировать вот такие вот лаки. С момента покупки что-то, видимо, произошло с формулой или составом, уж не знаю, но, в общем-то, они стали очень-очень неустойчивыми почему-то. То есть при нанесении вот маникюра на ноготки держался он максимум один день, причем к вечеру уже образовывались сколы. Оттенки эти, я думаю, вы все помните, но на всякий случай я напомню. Значит, у меня 0,5 оттенок, это вот такой вот золотисто-коричневый, и красный оттенок, это 14 оттенок. Ну, собственно, Dance Legend вообще, в принципе, я компанию очень-очень уважаю, у меня достаточно много экземпляров их лаков, но вот как-то так получилось, что эти два лака совсем меня, в общем-то, расстроили и попадают в мои разочарования в косметике. Но об этом позже поподробнее, а сейчас давайте я вам покажу те экземпляры, которые меня совершенно однозначно порадовали. Значит, из коллекции сахарных лаков, скажем так, в марте, да, наверное, я приобрела себе вот таких вот 4 экземпляра. Начнем вот с такого первого. Сразу извиняюсь за длину ногти, совсем недавно мне посчастливилось его обломать. Как оказалось, дверные замки могут вредить маникюру, но тем не менее, вот таким вот образом он выглядит. Я вам должна сказать, что этот лак отличается тем, что в отличие от предыдущих двух, которые я вам только что показывала, он не дает совсем уж матово пыльного покрытия. У него именно вот такое вот красивое, слегка глянцевое и очень-очень переливающееся покрытие, мне очень нравится. Оттеночек у меня номер 13, если я буду вам все демонстрировать, наверное, они будут бликовать, поэтому я лучше буду называть. Значит, вот такая вот эта красота. Это лак текстурный с сахарным таким вот эффектом, ну или песчаным. Вот здесь вот в всяком случае информация о том, что это песчаный такой вот лак. Это серия Сахара Кристалл, мне очень-очень нравится. Собственно, два предыдущих, которые, опять же, я только что показывала также из этой коллекции, Сахара Кристалл. Обожаю этот серебристый лак, по-моему, он смотрится просто волшебно, красиво и совсем не пошло. Во всяком случае, при дневном освещении у него блеск, конечно же, не такой яркий, но тем не менее, смотрится он очень-очень красиво. Следующий экземпляр, который мне нравится, ничуть не меньше, выглядит он таким вот образом. Это оттенок номер 38, опять же, серия Сахара Кристалл. И на ноготках он выглядит вот таким вот образом. Вот такая вот красотища. Не знаю даже, как он покрасивее-то его показать, чтобы было видно. Вот здесь, кстати, еще один, скажем так, сводч на этот лак, но уже с покрытием сушка. Сейчас попробую продемонстрировать ее. Вот такой вот, тоже, кстати, от Dance Legend сушка. И, конечно же, она добавляет определенного изменения текстуре, то есть, если вот здесь, вы можете видеть, с камерой сфокусируется, здесь он матовый совсем, то вот здесь все-таки преобладает глянец. И я думаю, что это очень-очень неплохо смотрится. То есть, можно варьировать эти оттеночки в зависимости от вашего желания. Ну, вот таким вот образом красиво он выглядит, на мой взгляд. Какой-то такой нежно-персиковый, симпатичный. Следующие два оттенка лака Dance Legend, я бы сказала, что уже знаменитости, наверное, потому что очень много о них рассказывают все вокруг и дают свои отзывы, собственно говоря. Первый оттеночек лака выглядит вот таким вот образом. Опять же, пусть вас не обманывает наличие вот такого какого-то серебристого шиммера, на самом деле, по текстуре этот лак совсем иначе выглядит на ноготках. Это 0,2 оттенок, на мой взгляд, уже, наверное, легендарный. Это такой вот, не знаю даже, как бы его так назвать-то. Нежно-розовый, я бы, наверное, сказала, да. Вот таким вот образом, вот он как раз, таким вот образом он выглядит. Вот так вот. Обалденный цвет, шикарная вещь, смотрится он как-то так, знаете, очень нежно, очень так подевичий, в то же время невызывающе, сдержанно. Сама наивность, очень красивый оттенок, я просто влюблена в этот цвет. Никогда ничего подобного у меня не было. Это такой красивый сливочно-розовый, но не барби, а именно такой вот нежнейший просто розовый оттенок, очень красивый. Ну, в общем, что я могу сказать? По устойчивости все эти лаки, несмотря на все отзывы, когда девочки говорят о том, что вот этот вот лак, он весь скалывается и сыпется, ничего подобного, я им пользуюсь уже на протяжении где-то, наверное, полутора недель. Я очень-очень довольна, это просто волшебный лак, но сразу вам скажу, возможно, весь секрет кроется в том, что вы наносите в качестве основы для таких лаков. Вот я в настоящий момент пользуюсь вот такой вот основой, это сыворотка от Sephora, или Sephora, не знаю, все по-разному называют. Выглядит она вот таким вот образом, это три в одном. Какая-то новая сыворотка, но обалденная вещь, у меня с ней ногти растут, в общем-то, не по дням, а по часам, очень крепкие, и я очень-очень довольна этим средством, поэтому всем могу порекомендовать, если увидите, обратите внимание, во всяком случае, если не купите, то хотя бы обратите внимание. Стоимость такой вещи где-то порядка 300 с лишним рублей, или 350, или 370, это не дешевая вещь, но среди плюсов этой вещицы такая вот очень-очень широкая кисточка, вот вы сами можете видеть, обалденная вещь, я очень ее люблю, мне нравится, я в последнее время очень часто пользуюсь, вот в качестве основы, опять же, оговорюсь. Поэтому никаких сколов, ничего такого у меня не наблюдается, мне очень нравится. Возвращаясь все-таки к лакам, да, вот он этот розовый цвет волшебный, просто шикарный, поэтому, чонки, я всем рекомендую, обратите внимание на этот оттенок все-таки. Кстати, среди вариантов, почему скалывается лак еще, вот, например, посередине, да, иногда такое бывает, я вам могу сказать, что, наверное, здесь все дело в гибкости ногтей. То есть, если ноготь вот так вот, на том месте, где вот он длиннее, да, то есть уже не на линии пальчика, сгибается каким-то образом, может, я не знаю, в сумочку там как-то вот неудобно, не знаю, руку как-то там поместили для того, чтобы достать ключи или что-то. Бывает такое, что ноготь цепляется, и, соответственно, в линии сгиба лак может потрескаться. Поэтому это один из вариантов. Ну, конечно, вы сами знаете, что вариантов могут быть тысячи, это только то, что, скажем так, в моей практике было. Следующий лак, о том, что я разговаривала, это 0,1 оттенок, опять же, сахарокристалл, песчаный лак, и выглядит он вот таким вот образом. Девчонки, посмотрите, какое волшебство, это просто нечто. Я влюблена в эти оттенки, это просто шикарно, шикарно. И так смотрится этот лак, таким вот образом, вот такая вот красотища. На мой взгляд, ну, трудно себе представить, нечто более идеальное на ногтях, очень мне нравится. Еще, как бы, хочу сразу оговориться, совсем недавно я смотрела видеообзорчик на то же, кстати, приобретение и покупочки Lady Osp, если я не ошибаюсь, обожаю ее канал, в общем-то, видео очень интересные. И, в общем-то, она говорила о том, что вот совсем недавно приобрела себе лак тоже такого красивого солнечного желтого оттенка с песочным эффектом, но как-то вот пришла к выводу, что смотрится он на ногатках не совсем аккуратно, и как-то вот, видимо, он не впечатлил ее. Так вот, что хочу сказать. Я в этом, наверное, вопросе солидарна с Lady Osp просто потому, что, к сожалению, не все текстуры и не все оттенки лаков подходят идеально всем девушкам. Сама я сталкивалась с такой же проблемой. Не все оттенки смотрятся на моих ноготках достаточно красиво. Я, соответственно, стараюсь выбирать только те, которые более-менее меня устраивают. Вот, ну, в данном случае, конечно же, я довольна всеми покупками. Мне очень нравится, как они выглядят. На мой взгляд, очень-очень симпатичные. Поэтому делать выводы о том, какие лаки вам подходят, конечно же, я думаю, это личное дело каждого, потому что, ну, вряд ли кто-то сможет оценить, собственно, и текстуру, и качество, и цвет одинаково хорошо или одинаково плохо. У всех мнения будут совершенно разные. Итак, следующие лаки, которые я вам хочу продемонстрировать, это вот такие вот малышки от марки Катрис. Это новая лимитированная коллекция. Кстати, насчет того, что она новая, я должна сказать, что, наверное, она новая именно для России, потому что вообще рекламу на эту лимитированную коллекцию я видела давненько. Еще, наверное, может быть, даже до Нового года. Но вот как-то совсем недавно она у нас появилась на прилавках. Итак, что же это за коллекция? А называется она Loafric Cest Chic. Да, по-моему, так. Надеюсь, что я не переврала. Простите меня, ради бога, если я ошибаюсь. Я попытаюсь вам сейчас продемонстрировать. Значит, вот это вот синий оттеночек. Сейчас, секундочку, буквально. Вот таким вот он образом выглядит. Я надеюсь, вам хорошо видно. Он слегка бликует, но тем не менее. Вот такая вот красотища. Чем мне нравятся эти лаки, так это, наверное, тем, что они не теряют свою глянцевость при нанесении. И, соответственно, выглядят точно так же. Оттенок это называется C02 Quill Blue Turquoise. Надеюсь, я правильно читаю. Сразу заранее извиняюсь, если какие-то дела, ошибки. Вот такая вот красотища. Следующий оттенок это вот такой вот желтый. И желтый у нас называется. Сейчас попробую найти. C03 Sunny Side. Вот такая вот красота. Сейчас попробую вам продемонстрировать образец. Как это все дело выглядит. Вот, в общем-то, текстура, он не отличается совершенно от голубого. Должна сказать, что подобные лаки требуют сноровки при нанесении, потому что все-таки, сами понимаете, текстура у них плотная. И, соответственно, на кисточку их набирается достаточно большое количество. Если у вас есть какие-то погрешности с кутикулой, соответственно, будут проблемы при нанесении. Значит, это у нас такой коралловый красивый C05 La Orange. На мой взгляд, просто волшебный оттенок. Вот такая вот красота. Они такие прямо очень красивые, яркие, сочные. Ну и, наконец, вот такой вот, я бы сказала, кофейно-коричневый оттеночек. Вот так вот его камера фокусирует. На самом деле, шиммер, это не намек, а просто. Это C01. So classy. И выглядит он вот таким вот образом. Думаю, вам видно. Вот такие вот безумно красивые оттенки лака. Сразу вам скажу, что, в общем-то, вот этот вот ноготь на мизинце я покрыла, опять же, все той же легендарной сушкой Dance Legend. И, в общем-то, вот вы можете видеть, что они не особенно-то и отличаются. Я бы сказала, что с покрытием, что без покрытия. В общем, волшебные лаки. Но, по моему наблюдению, опять же, все-таки Dance Legend держится чуть лучше, чуть крепче. Вот Catrice почему-то в этом плане немного подкачали. И, на мой взгляд, они могли бы держаться чуть более устойчиво. Но, к сожалению, вот я столкнулась с проблемой, что, ну, два дня вот эти лаки однозначно держатся на моих ногтях, во всяком случае. Но потом все равно начинают минимально, но образовываться сколы. Незначительно. А вот что касается этих лаков Dance Legend, то в среднем на моих ногтях они выдерживают до 4 дней. Мне очень это нравится. Особенно в условиях, когда некогда делать маникюр. Плюс оттенки вполне нейтральные. Они подходят, наверное, к большинству нарядов повседневных. В общем, вот такие вот были лаки. Такая коллекция. Пишите мне, пожалуйста, те, кто, в общем-то, также любит подобные лаки. Те, кому это интересно. Я надеюсь, видео не было для вас скучным. Все номера оттенков я оставлю также под видео, постараюсь не забыть ничего. И опять же, сразу скажу, что вот эти вот лаки, возвращаясь к ним, в самом начале я вам их показывала, они, в общем-то, неплохие. Но просто почему-то вот у меня, может быть, условия хранения, может быть, еще что-то, какие-то другие факторы повлияли на то, что их устойчивость резко испортилась. Ну, надеюсь, что с остальными лаками этого не произойдет. Вот на этой ноте, собственно, хочу завершить это видео. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за просмотр и пока! Пока!